Так, дорогие друзья, сейчас я поясню на доске вот этот вот смысл локтевой техники мануального массажа от Олега Алафа Гудвина. Мы, ну вот нарисовал, видите, позвоночный столб, ассисты отростки, места, где чаще всего бывают какие-то грыжи, протрузии, да, вот этих вот L3, сегмент L4, сегмент L4, L5, сегмент L5, L1 на соединении с поясницей. И именно вот наша локтевая техника, она обязывает нас разжать вот эти вот, тут дело в том, что очень много коротких мышц, вот эти вот сегменты скручивают, да, и именно работа заключается не в том, чтобы мы резко на всю спину как-то водействовали, да, на целиком, на весь позвоночный столб, а именно так вот миниатюрно, вроде бы это кажется, что грубо, как термин доил, да, а по сути мы вот эти вот сегменты разжимаем, растягиваем вот эти вот коротенькие мышцы. Вокруг каждого сегмента порядка 14-20 мышц таких, кажется, таких находятся, и именно с ними мы сейчас будем продолжать работать. Значит так, ну до этого мы кулачками прошлись, да, растясли вот так пальчиком в каждое чистое отростки. Теперь ставим локти, как я говорил, прием называется нож входит в масло, да, то есть всем телом, например, вот так вот, раз, внедряемся от тонкой нашей части пальчикового, да, шире-шире-шире до самой широчайшей части локтя, и в конце концов надавливаем локтем, вот сюда получается, раз, вдавили, да, разжимая вот эти вот наши косточки. Ну, честно говоря, я, в виде подвздошных костей нарисовал очень высоко. Вот, разжали, да, и начинаем работать с ягодиц, вот ягодиц находится, да, как я говорил, сразу продолжаем это движение в четырех концентрических кругах, раз, два, три, четыре. И устанавливаем с вот этой точки, где находится ребро, ну, вы его можете нащупать пальцем, выпуклость вот так, выпуклость подвздошной косточки, да, оставляем локоть на ней и проходим вибрацией, вибрацией вот такое движение туда и обратно там, да. Потом устанавливаем следующий этап. На этом месте локоток под 45 градусов, ну, там ягодицы, например, находятся, да, под 45 градусов к тазобедренному суставу и начинаем, как бы вот наша рука превращается в долоту, да, а вторая рука в киямку. Мы начинаем пробивать ее вот туда. Или упором делаем побольше, двумя руками берем вот так вот, вот так, все туда и разжать. Или хотите помягче ударить, да, вот многим у кого грыжа там более острая, да, не надо вообще стучать. Или просто мягенько, да, можно вот так вот к руке постучать. Или вот таким вот движением. Вот так вот чуть-чуть туда подстукивая, подстукивая туда, как бы разжимая вибрацию туда, задавая в кости таза. Продолжение это, сразу же, не отрывая локоток, да, продолжаем сперлевидное движение вверх позвоночника. Вот отсюда, да. То есть они идут вот так. Продолжаем вот так. Продолжаем вот так. Да, вот так, ну и так далее. То есть движение, запомните, вот тут нюанс есть. Не в эту сторону мы локтем вращаем. То есть против часовой стерелки, как у нас случилось, да, надавливаем на позвонки. У них и так компрессия идет сверху вниз, да. То есть от позвоночника, от позвонка. Да, от низа кверху, вот так. Каждый сегмент мы снизу кверху, снизу кверху, разжимаем. Понимаете? Прошли 11 локтем, да. Можем пройти второй раз уже более широким хватом. Делаем круги вот такие. Прошли вот эту часть, да, на локтем. При этом вы можете маневрировать на сжатие и силу воздействия, да. Так же, как вот на этих у нас инструментах есть разные наборы шишечек, да. Поменьше, пошире, побольше. Вот еще покруглее, так, да. Вот на них на всех. Так же и наш локоть. Отличный инструмент, чтобы его использовать. Мы для этого берем либо острый локоток. Видно, да, насколько он острый. Он очень сильно давит. Он очень хорошо прожимает точки. Вот прямо само острие, да. Но у него есть еще косточки. Если мы вот даем вот этим треугольчиком, вот этой плоскостью, да, то это может сделать гораздо мягче. Или промежуточный вариант вот между этими двумя косточками и вот этой вот части, да. Такой еще помягче делаем, да. То же самое, помните, когда мы с кулаками работали, мы могли работать этими костяшками, этими, а могли себе из этой плоскости, да. Так же и тут вы маневрируете вот эти вот движения в зависимости от того, как пациент реагирует. Ну, спросите его, больно-то? Ну, тебе полегче будет делать, да. И делайте полегче. Закончили это движение. У вас сразу рука, ну, была зажата еще вторую руку, да, для крепления. Сразу превращается в рубанок. Опа, захватили как рубанок его, да. Ставите ногу вперед. И помните, как работают? Слезли к рубанкам вот так. Прорабатываете все эти мышцы спины опять мощными движениями снизу вверх, снизу вверх. Растягивая позвоночник. Потом захватываете вот такими вращательными движениями боковые структуры мышцы. Вот здесь большая мышца, вот здесь большая. Вот здесь нападочная, да. Проработав это, сразу же можете внедриться как нож в масло там, где вот лопатка и шея. Вот в эту часть, да. Разжимая толщины шейные позвонки. Какой элемент тракции. Немножко, да, мы их растягиваем. И переходим к оптимотехнике обеими локсами. Вот так вот, да. Сразу же перешли. Вернулись назад. Станавливаем опять оба локция здесь, да. И вот такими движениями вперед от себя. Но по факту от центр человека, от его позвоночника, к краю. Мы нескольких раз, перед другим фломастером сразу нарисуем, потому что движение другое, да. Несколько раз даем вот туда, вот туда, вот туда. Отгоняю лимфу. А можно еще обозначить рубанок? Потому что вот сейчас мы смотрим и мы коми, да, а рубанок, а потом... А рубанок, ну, просто цветом каким указать-то его? Ну, можно, наверное, цветом хотя бы, но... Вот зеленый рисует. Или как, или по номерам, что ли, их указывать? Так. Ну, давай синим вот с этой стороны. То есть рубанок просто энергичное движение, вот задающее движение вверх, да. А потом его уже вот такими большими кольцами мы сейчас захватываем. Захватываем объем вот здесь, отсюда, сюда, да. Потом вот здесь, отсюда, сюда. И вот там, отсюда, сюда. Такими большими движениями. Уже сразу захватили и сразу же продолжаем локоть лопатки. Вот здесь находится лопатка, да. Вот здесь находится лопатка, да. Все-таки перейдите, да. Сразу же продолжаем всю эту оборудованную часть. Вот я нарисую человека тогда, да. Вот теперь ключица. Пошла рука. Лопатка, да. Вот его крылья человека. Лопатка, талья, да, не только сюда пошла. Не знаю, видно там, да, мы отлично просто. Кругом. Ну вот так видно, да, тело человека, да? Да, снаружи, да. Вот мы и обрабатываем. То есть второй раз нож масла мы сделали вот здесь. Когда вошли вот сюда. Между шеей и ключица. Круги накручиваем вокруг лопатки. Вот этот вот эффект рубанка, да. Когда мы рубанку прямо оттягиваем. Еще раз показываю. За счет наклонов спины, прям спиной. Мы наклоняемся вот так резко, 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 резко. Резко такими движениями круговыми. Стараемся вот эту всю лопатчую зону от позвоночника отделить. Вот так вот получается. Вот такими движениями, да? Раз, два, три, четыре вот таких резко движения. От позвоночника опять. Видите, здесь вот позвоночника сюда. Здесь вот позвоночника сюда. Все наши движения. Имейте в виду, опять снизу и вверх продолжаются. На декомпрессию рассчитанное. Так, и далее про что мы продолжили? Вот про вот это движение, да? Вот так вот растираем, растираем, растираем. Раздвигаем, раздвигаем, раздвигаем. А повременно я раскрышиваю позвоночник. Потом это движение у нас превращается в лодочки. Сейчас будем заниматься лекционным спортом. Регатый такой. Вот, то есть ставим лодочки вот тут. Здесь она вообще превращается в плечал. Так. Почему я так у меня нарисовал? Потому что такое движение идет на разжасе. Работает только вот эта часть руки. От середины мизинца буквально до середины ладони, да? Вот такие микродвижения. Внедрились, разжали, внедрились, разжали. Вот так вот. Вот сюда показываю, да? Внедрились, разжали, внедрились, разжали. И после этого внедряемся всеми локтями. От кончиков до, ну желательно, прям до самого локтя, всем предплечиям. Уже как бы запускаем их в плавание, эти яхты, да? Фух, первая пошла, раз, вторая пошла, раз, третья пошла. Ну и сколько раз у вас получится? Сначала на четыре части я делю весь этот участок спины, да? Потом на три части. Потом на две части. Потом на одну часть. И следующее движение, когда вот эту одну часть прошел, да? Ну, во-первых, это опять же относится к фитнесу массажиста. Мы же не только с пациентом работаем, мы еще работаем сами с собой. Вот эти разводки локтями, они похожи на упражнение, помните, станок такой в этих фитнесах есть, когда вот там, вот так вот качается, да? Верночные движения, вот такое движение. Ну, здесь мы только наоборот, не сводим руки, а разводим. Разводим, соответственно, мы качаем не грудные мышцы, а лопаточную зону, да? То есть мы развели и напрягли вот эти вот мышцы, крылья у себя, лопаткой напрягли, да? И, соответственно, так же, если лопатка у вас сводится сзади, хорошо, да? То это профилактика скалилоза. Вот, развели вот так несколько раз, да, получается? Ну, то есть, опять, еще раз повторюсь, разбили на четыре части, на три части, на две части, на одну часть. И дальше еще раз одну часть, только вот такой вибрацией. Да, да, потренируюсь, попробую, попробую. Нет, локт сначала седини, и в противофазе, вот так вот, да, давя на человека сверху, мы разводим свои руки и разводим его позвоночник. Переводим, опять же, вот в эту точку волшебную, про которую все время говорили, одним локтем, да? Соответственно, работает этот локоть. Ну, в обратную сторону, наоборот. Этим убираем, и это работает. Видите, как получается? И следующее движение у нас, секретное, называется техника бульдозер, или каток, когда, ну, в данном случае, вот я даже сужу левую, правую часть тела человека, да? Значит, мой правый локоть уперся. А этот локоть превращается в вал катка, который вот так прокатывает прямо, рах, вот так вот всю спину, с этой стороны. Идут щелчки, ребра начинают рассоединяться, да? Позвонки начинают распрямляться. Выходите из своих спазмированных участков, такой, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вот несколько таких музыкальных пассов, и человек доволен. Прям некоторые мне говорят, о, хорошо, что-то встало на место. Я такой, да-да-да, точно встало на место. Подтверждаю, как бы, вот этот факт благотворного воздействия на человека. Если возникают у вас вопросы, а безопасно ли это, а не навредит ли это человеку, отвечу сразу. Ну, во-первых, надо знать силу свою, да, не надо прямо так сильно давить, а то вы можете, думая о позвоночнике, сломать ему ребра, там, спереди лежит ребрами. Или у него уже был перелом. Ну, так спросите, у вас нормальная грудная клетка, там, ничего, то у некоторых грудная клетка, там, начинают болеть, или что-то еще. Ну, просто спросите, лучше, враг хорош, нельзя перестараться, не надо. Не надо вообще, вот, выкнуть из головы вот эту мысль, что надо на 100% помочь человеку сразу. Лучше не доделать, чем переделать, понимаете. Это, во-первых. А, во-вторых, ну, все наши движения, это тракция, они на растяжение. Они никак не могут навредить, потому что максимум, что мы делаем, мы растягиваем растяжение каждого сегмента позвоночника, понимаете. То есть, навредить можно просто, ну, сдуру, так скажем, да. А если делается разумно, то тут ничем не навредишь. Ну, вот тут я уже тоже предупреждал, если тут грыжа, да, и она болезненно отдаётся от этих ваших стуков, ну, так не стучите, ну, так не делайте этого. Все, значит, вот, развили вот так вот руки, да. И, по идее, всё, можно переходить к следующей нашей части, это работа с ягодичными мышцами. Увидимся в следующем уроке.